Меня зовут Андрей Колесников. Сегодня расскажу о книге Игоря Рябенького «Легкий венчур. Практическое пособие для начинающих ангелов и будущих единорогов». Основатель и управляющий партнер фонда «Альтаир Капитал» Игорь Рябенький занимается венчурным инвестированием со середины 90-х годов. На его счету прибыльные бизнесы и десятки успешных выходов и стартапов. Среди них «Профи.ру», «Карпрайз», «Джуна», «Сокьюри», «Юноми», «Чекаут». Поэтому его по праву можно считать суперангелом. В книге «Легкий венчур. 25 небольших и увлекательных глав дудлов о поиске как стартапов, привлекательных для инвестиций, так и инвесторов, готовых вложиться в проект». На примерах из своей практики автор рассказывает о подводных камнях инвестирования на ранних стадиях. Дает советы, как сохранять фокус на своем проекте, а также деньги и доверие инвесторов. Автор небезосновательно утверждает, что для успеха венчурной индустрии инвестору необходимо понимать, как думает стартапер, а предпринимателю знать, на что обращает внимание бизнес-ангел, когда принимает решение об инвестициях в проект. Поэтому книга будет полезна всем участникам венчурного процесса. «Как стать венчурным инвестором?» Классический путь начинается с позиции младшего аналитика в крупном инвестиционном фонде. Но для предпринимателя, который хочет заняться инвестициями, это не самый лучший вариант. Книга «Легкий венчур» уникальна тем, что в ней описан путь от успешного предпринимателя до самостоятельного, успешного венчурного инвестора. Игорь проделал переход предпринимателя в инвесторы очень системно, обретя колоссальный опыт и как инвестор самых ранних стадий, как ангельские инвестиции, и как управляющий довольно большого фонда, более поздних стадий. В своей книге он разбирает проблемы, задачи и ошибки процесса инвестирования. К тому же, любой предприниматель часто попадает в ситуацию, когда возникает такой инвестиционный процесс, покупка или продажа бизнеса, технологий. И у него возникают те же вопросы, с которыми сталкивается профессиональный инвестор. Поэтому книга Игоря Рябенького «Отличное руководство не только для начинающего инвестора, но и для предпринимателя». А для кого и для чего эта книга? Работает Игорь не ангелом, а скорее архангелом в индустрии венчурного инвестирования. Ангел – это непрофессиональный инвестор, вкладывающий деньги ради собственного удовольствия. Архангел – такой высший ангельский чит, человек, который профессионально инвестирует в бизнесы, совмещает частный интерес и выполняет обязательства перед венчурным фондом. Чаще всего им возглавляем. Работа Игоря заключается в том, чтобы находить бизнесы на самых ранних стадиях и стремиться превратить их в компании-единороги, лидеров рынка. А потом продавать. Игорь Рябенький – инвестор с 25-летним стажем. Более 150 компаний в портфолио. Десятки успешных выходов. Автор хочет, чтобы эта книга помогла как можно большему числу людей, которые делают первые или не первые шаги в индустрии инновационного предпринимательства. Помочь им не допускать тех ошибок, которые он совершил за последние 15 лет. Если угодно, воспринимайте эту книгу как веселую экскурсию по коллекции граблей Игоря. Книгу сопровождают QR-коды, в которых Игорь в видеоформате дополняет книгу. Ссылки на эти QR-коды мы можете найти под видео. Книга состоит из двух больших частей и разбора кейсов. Первая часть обращена к инвестору. Вторая – к предпринимателю. Для успешного существования внутри этой индустрии инвестору просто необходимо понимать, как думает предприниматель, и наоборот. Итак, начнем с биографической головы. Дипломный проект Игоря – это управление высоскоростным магистралью Москва-Ленинград. В университете целенаправленно учили разрабатывать сложные многокунтурные системы защиты от дурака. Правильная оценка рисков и учет самых разнообразных факторов влияния на ситуацию – невероятно полезный навык в деле сооружения железных дорог и венчурным инвестированиям. К концу 80-х, после испытания подводных роботов в Керчи, Игорь с коллегами пошли есть шашлыки. Тогда он получал 350 рублей. В процессе поедания шашлыка Игорь произвел нехитрые вычисления и понял, что пацан у мангала с таким потоком клиентов зарабатывает полторы, то и две тысячи в месяц. Это был очень болезненный диссонанс. Мы тут роботов запускаем, контуры безопасности продумываем, а зарабатываем, получается, в несколько раз меньше обыкновенного шашлычника. Тогда впервые сложилась в голове гипотеза, а если каким-то образом помножить знания на предпринимательский инстинкт, то выйдет что-то стоящее во всех отношениях, в том числе и финансово. Игорь собрал команду из троих коллег, и после основной работы они собирались и что-то делали. Они приходили на производство и выясняли у коллег, что у них болит. Нужно ли что-то настроить, придумать или починить. Автоматизировали станки, программировали, например, создали информационное табло для дома быта. Потихоньку Игорь превращается из программиста в того, кто продает плоды инженерного труда. В конце 1988 года он договаривается с одним из первых коммерческих IT-предприятий в Москве и создает их филиал в Мурманске под его управлением. И группа стала подразделением корпорации «Эликс», которая на тот момент была одной из наиболее прогрессивных IT-компаний в России. Достаточно быстро Игорь перерос подразделение в Мурманске и стал региональным менеджментом «Эликса» по всему северо-западу. Программисты «Эликса» оказывали вполне востребованные на международном уровне. И у Игоря появилось много предложений о сотрудничестве и первые международные контракты. В 1990 году для советских граждан открыли Тайвань. И Игорь улетел в свою первую азиатскую командировку. Сеул, Тайвань, Сингапур, Китай, Гонконг. За несколько месяцев ему удалось наладить производство техники под маркой «Эликс» и создать несколько совместных предприятий. Дальше Игорь уехал в Венгрию и создал там первую самостоятельную иностранную фирму. Она сосредоточилась на развитии отношений прежде всего с азиатскими странами. В следующем году штаб-квартира «Эликс» переместилась в Австрию. В Вене Игорь попробовал у себя налаживание уже более масштабных и сложных производств. «Эликс» открывали отделения во многих странах. Игорь начал мотаться в Гонконг, Тайвань, Дубай, Бангкок, Сингапур, Сидней. Компания «Эликс» создавала брендовые продукты – компьютеры, ноутбуки, дискеты, периферию. И заботилась о рынках сбыта. В 1993 году «Эликс» создали группу компаний «Юнт». Игорь стал ее президентом. Уже имея корпоративный опыт, он разделил структуры на несколько самостоятельных фирм. Менеджмент каждой фирмы получал рабочий капитал и кредит на участие. Говоря венчурным языком, они создали несколько стартап-проектов и занялись их акселерацией. Правда, в рамках одной корпорации и при единоначале. Однако, менеджеры имели достаточную свободу, чтобы воспринимать эти проекты как свои. В результате им удалось вырастить несколько успешных предприятий. В 1998 году Игорь инвестировал в компанию Parallels Graphics. На тот момент она была одним из лидеров в области технологий виртуальной реальности. Опыт работы с этой командой и командировки в США вдохновили его на свой собственный проект. Хотелось построить что-то не на базе чужого опыта, а с нуля. И в 1999 году Игорь ушел с поста президента Юнит и создал свой стартап Юнит Спейс и переехал в Нью-Йорк. В Юнит Спейс Игорь сделал все возможные ошибки, от которых сегодня старается предостерегать ребят, начинающих свои проекты. Юнит Спейс занималась созданием онлайн-сервисов. Сайты, предлагающие различные услуги, только-только появлялись. И они активно участвовали в работе международных групп, первопроходцев в этой сфере. В результате стали той самой умирающей ранней пташкой, которая вылетела из гнезда тогда, когда рынок еще не был готов ее принять. Это была ошибка первая. Им не удалось построить масштабируемый продукт, хотя многие для этого делают. А кризис даткома в 2001 году лишь усилил их плачевное положение. Привлечь финансирование не получилось, а собственные средства начали иссякать. Ошибка вторая. Стартап в результате отчаянных поисков своего пути сбился с фокуса. Стартап должен вообще всегда концентрироваться на основном продукте и не отвлекаться на создание сервисных разработок. Как бы заманчиво это ни выглядело, даже в условиях отсутствия финансирования. Наконец, ошибка третья. Не нужно идти туда, где играют не по правилам. В надежде, что ты станешь исключением. В 2005 году Игорь с партнерами по юнит разделили бизнес. В результате на доставшемся капиталу Игорь создал компанию Altair для управления инвестицией. Ему всегда нравилась игра слов в название бизнеса. К примеру, юнит расшифрался по-разному для различных бизнесов. Но основной была версия такая. Юнит это You Need IT. Altair означал Alter Ego of Игорь Рябин. Это не было в чистом виде венчурным бизнесом. Скорее, пассивным портфельным инвестированием. Игорь просто покупал небольшую долю в перспективных компаниях, следил со стороны за их ростом и вовремя продавал. Никакого участия в управлении этим бизнесом он от него не требовался. Одному проекту, из которого впоследствии вырос Profitru, он помогал с особым энтузиазмом. В результате договорились и о финансовом участии Игоря в этом бизнесе. Руководитель проекта Егор Руди познакомился с еще одним проектом Lingvaleo, в который Игорь тоже вложился. Самая замечательная сторона активного венчурного инвестирования это роскошь качественного общения. В 2011 году Игорь начал осваиваться на венчурном рынке России. Выделил подъемное для себя количество денег и попытался создать небольшой портфель проекта. На это ушло года полтора. Дальше Игорь понял, что пора уже заниматься инвестированием профессионально. Он создал небольшую команду и начал расширять портфель. Нашел единомышленников и партнеров. Также познакомился с очень ярким человеком и серьезно успешным предпринимателем Игорем Мацанюком. Одним из главных производителей видеоигр в России компании Game Insight. Игорь Мацанюк увлекся инвестициями, начал часть заработанных денег вкладывать в другие проекты. К концу 2012 года Игорь Рябенький и Игорь Мацанюк основали фонд Altair VC. В этот момент для Игоря Рябенького окончательно совершился переход от статуса ангела, рискующего на свои, к роли управляющего партнера, который уже инвестирует профессионально и не собственные уже средства. За два года Altair VC добавил в портфель проекты из ведущих венчурных экономик США и Израиля. Тогда немногие проекты смогли подняться, но те, кто смог, такие как Profi, Checkout, позволили отбить фонд. Кроме того, у Altair VC остались заметные вложения в США, такие как PandaDoc, SimpleInsured, BabyList, значительно выросшие в цене. Пришло время превращаться в серийную управляющую компанию. Как правило, успешные венчурные менеджеры последовательно создают фонды, инвестируют основную часть капитала в лидеров и идут дальше. У таких гигантов, как, допустим, Андреса Хоровиц, счет идет уже на десятки фондов. Они могут оставаться универсальными, а могут специализироваться по географическому или тематическому принципу. Летом 2014 года Altair VC стартовал со своим вторым фондом. Инвестиции оказались вполне удачны. Например, Mira.com, проекты, которые создали ребята из Перми, Андрей Хусид и Олег Шардин, они создали онлайн-платформу, инструмент для коллективной работы, востребованный многими миллионами клиентов. А распределенная социальная сеть Spot.im, Надава Шоваля, сегодня пользуются едва ли не все ведущие мировые издатели. Еще вложились проект Albir, карманный советник по личным финансам. Приложение Joy, которое каждый месяц помогает десяткам тысяч пар с организацией свадьбы. Проект HomeTalk, онлайн-платформа, которая позволяет людям улучшить свои жизненные пространства. К середине 2019 года Altair VC закончил фазу первичного инвестирования второго фонда и теперь он начал работать только на доинвестирование и финализацию участия в проект. Altair VC сделал большое количество выходов из проектов и достиг достаточной прибыльности инвестиций, значительно превышающую среднюю по отрасли. В 2020 году Altair VC вошли с тремя фондами. Он тоже ориентирован на проекты ранней стадии, но больше по объему и среднему чеку. Они активно работают с талантливыми командами и уже успели проинвестировать несколько многообещающих проектов из России, Израиля и США. Итак, начнем про заветы для инвесторов. Первый завет. Как понять, что вы ангел? Инвестиции на ранних стадиях. Искусство получать удовольствие, теряя деньги. Финансовая активность бизнес-ангелов – это своего рода такая частная инициатива. И чаще всего индивидуальная работа, поскольку они инвестируют на свои. Для профессионального инвестора вкладывать деньги – основной бизнес. Он им занят постоянно и отвечает не только своими финансами. Это можно сделать такое определение. Бизнес-ангел – это предприниматель-энли-менеджер, у которого появились свободные средства и желание применить свой опыт и знания для помощи другим проектам. Когда предприниматель получает непрофессиональный ангельский чек, у него практически не возникает никаких обязательств, кроме моральных. Если он израсходует вложенные средства плохо, но не добьется успеха, заставить его быть успешным административными методами, ангел точно не сможет. И наказать его тоже. Поэтому единственный метод – это внимательно изучать стартап на старте и влиять на команду, работая с ней. Поэтому правило ангелов – инвестируй только в средства, которые ты готов потерять. Инвестируй только в проекты, которые понимаешь. Отделяй суть от рекламы челухи. Инвестируй в команды, с которыми тебе комфортно. Не забывай про грамотное юридическое оформление. Не стремись поруглить. Постепенно создавай портфель проекта, вдумая о нем с самого начала. Помни, что ты не получишь своих средств до выхода из проекта, до экзита. Умей проводить финансовый анализ. Помни про соинвестирование. Поэтому совет – не всем стоит становиться профессиональными игроками венчурного рынка. Еще раз подчеркну. Инвестирование для непрофессионала – это увлечение, источник дополнительного дохода. Им можно заниматься, а можно не заниматься. Следующий – дудл. Сколько вешать граммах? Какой должна быть ангельская доля в бизнесе, чтобы все росло и ничего не сломалось? С инвесторами, с манием порулить, возникает только один вопрос. Если вы хотите взять проект под контроль, глубоко проникать в каждую его чих, то зачем вам нужны ангельские инвестиции? Создайте свое предприятие, нанимайте кого хотите и ведите его сами. То есть это две совершенно разные ипостаси. В одной ты инвестор, в другой – предприниматель. Иметь большую долю в проекте – это одно из самых ужасных проклятий инвесторов. Практически всегда, где у Игоря было больше 25%, все начинало развиваться по сценарию нездоровых родительских отношений. Если максимально контролируешь собственного ребенка, получаешь безвольного слюнтяя. Так же и с венчурными сделками. Здесь ключевую роль играет простое выражение – рисковать собственной шкурой. To have more skin in the game. Если только я рискую своей шкурой, потому что имею большую долю, то я ей несу ответственность, мне больше всех надо. Поэтому правило – лучше иметь 10% от миллиарда, чем 100% от миллиона. Умный инвестор заинтересован не в том, чтобы получить максимальную долю на старте, а в том, чтобы вырастить этот бизнес вместе с его основателями до больших масштабов. Поэтому совет – если ты первый инвестор проекта, старайся получить разумную долю, не подавляя мотивацию команды, не стремясь порулить, для этого есть собственный бизнес. Если же ты соинвестируешь, то тебя должна волновать позиция пула. Важно, что благодаря гармоничным отношениям у бизнеса был рост и последующий выход. Следующий дудл. Как Игорь инвестирует? Фокус. Почему «Ангел» – лучшая профессия на земле? В «Альтаир Виси» следят за трендами, но все же гораздо больше работают сходящими проектами, то есть с теми, которые каким-то образом до них достучались. Первонаперво Игорь смотрит на проект, а затем задает себе вопрос. А что я в этом проекте, собственно, понимаю? И если кто-то понимает, то это повод сделать следующие шаги. Изучить рынок, познакомиться с основателями его команды, оценить им амбиции. «Альтаир» старательно, оставаясь в рамках своей индустриальной и географической экспертизы. Даже совокупная компетенция фонда дает шансы на успех примерно такие же, как пробежка по минному полю. Здесь все окей, а тут рвануло. Поэтому фокус – одно из главных слов в инвестировании. Главное занятие инвестора – постоянное узнавание чего-то нового. Чтобы добиться успеха, необходимо быть любознательным. Очень много читать, смотреть и общаться. И это как раз то, что делает профессию инвестора самой лучшей из всех возможных. Вокруг тебя куча умных людей, они гораздо умнее тебя и постоянно чему-то учат. А ты еще и зарабатываешь. Придумайте, что может быть лучше и круче. Индустриальный фокус означает, что фонд понимает текущее состояние тренда и способы оценить перспективность проекта. Критерий для понимания главного совета – если ты сам себе не можешь объяснить простым языком суть проекта, этот проект не для тебя. Следующий дудл – как Игорь инвестирует. География рынок. Где кончается глобализация и начинается реальность. У американских инвесторов когда-то было забавное, но очень понятное правило. Не вкладывайте деньги в бизнес, который находится дальше 30 миль от того места, где ты живешь. Почему? Ответ простой. Ты можешь съесть машину и довольно быстро увидеть, как идут дела своими глазами. А увидев, обсудить нюансы на одном и том же языке, без всяких трудностей перевода и различных культурных особенностей. Большинство успешных игроков на венчурном рынке двигается не вширь, а наоборот сужая свою поисковую оптику. Альтаир решил сузить географию своих интересов до Северной Америки, Израиля, Англии и России. То есть до тех мест, куда не очень сложно добраться и где нет проблем с культурной спецификой и языком. Физическое расстояние это только один фактор, влияющий на инвестиционный рынок. Другой, гораздо более важный аспект масштабируемость. Например, однажды Альтаир решил пойти в Бразилию. Речь шла о кредитовании пенсионеров и госслужащих. Но оказалось, что в Бразилии какое-то невероятное количество контрафактов подделывают все и в огромных количествах, в том числе и документы. Фонд столкнулся с абсолютно дикими вещами. И при этом в огромном масштабе подделок в Бразилии не предприняли даже элементарных мер предосторожности. Другой случай с индийским рынком. Зашли в хороший проект, что-то вроде маркетплейса для ремонта автомобиля. На старте они занимались ремонтом машин, а к началу нового раунда стали просто торговать по типу карпрайса. Они быстренько провели эксперимент по расширению ниши. Он им показался удачным. И они решили срочно пересмотреть изначальный план, нырнув в эту расширенную нишу полностью. И эта ошибка очень распространенная. Много проектов, которые загнулись равно с таким же анамнезом. К этому правилу стартап должен иметь четкое географическое позиционирование. Инвестору важно понимать, будет ли это локальный или глобальный рынок. Чтобы увидеть желаемый финансовый результат, у проекта должен быть большой рынок, а у команды понимание, как этот рынок завоевать. Именно в части масштабированности нужно муторно и скрупулезно считать, чтобы не облажаться. Фонд смотрит. Вот ваш сегмент покупателей. Вот его характеристики. Вот какой процент этих людей может стать постоянными клиентами. Вот насколько сильна конкуренция на рынке и чем вы отличаетесь от своих соперников. Очень важно честно и максимально аргументированно ответить себе на эти вопросы. Полностью обрисовать рынок, потом определить собственно достижимую долю на нем. Фонд всех заставляет делать финансовый план. Потому что это быстро ставит мозги на место и помогает избежать неправильных ошибок. Считайте деньги на берегу и делайте это предельно внимательно. Надо принимать во внимание не только окупаемый затрат на привлечение клиента, но и то, какое время клиент проведет с проектом и какую прибыль LTV, то есть lifetime value принесет. Поэтому практика это критерий истины. Вот например мессенджеры бывают прикладные и горизонтальные. Прикладные специализируются на какой-то одной теме, какой-то одном сегменте. Это всегда общение про что-то, а горизонтальные на общую тему и для развития типов общения. Делать сегодня горизонтальный мессенджер это что-то странное. Как создавать социальную сеть, когда у тебя под боком есть фейсбук, который стоит полтриллиона. Этот факт говорит вовсе не в пользу того, что раз он столько стоит, то и я буду столько стоить. В такой ситуации ты должен понимать, зачем нужен твой продукт. Вот например, в Америке сейчас есть социальная сеть для семей. В ней действует искусственное ограничение количества френдов. В WhatsApp вы разговариваете со всеми, а здесь только со своими. Идея понятная, в мире и правда заметен тренд на демассификацию интернета. Многим людям до смерти надоела публичность и избыток информации. Хочется камерности и покоя. Мессенджеры это вполне измеримый рынок. Нужно просто очень внимательно смотреть на детали и тренды. Потому что рынок это далеко не такой гомогенный, как может показаться. Например, недавно Альтаир занялся одним медицинским мессенджером для врачей и их пациентов. Пациент не рыщет по интернету и не бегает в поиски врача. Он идет уже хоженным путем. А главное, в этот мессенджер вшит механизм оплаты. Сейчас это приложение называется Айболит. Хорошо растет в Индии, а запустилось в России. Это как раз удачный пример правильного масштабирования с глобальным потенциалом. Поэтому правило. Если ты идешь на другие рынки, иди с тем, кто понимает. Либо понимай сам. Если ты на своем рынке, то просто обязан понимать все сам. Если ты выступаешь как основной или единственный инвестор, необходимо постоянно контактировать с фаундером. Следующий дудл. Как Игорь инвестирует? Фактор команд. С какими фаундерами лучше гулять по разные стороны улиц? Битлз развалилась вовсе не потому, что миру надоела ливерпульская четверка, а потому что повзрослев, Джон, Пол, Джордж и Ринго стали слишком разными и пошли каждый своим путем. Несколько историй из практики Игоря, закончившихся весьма печально. Одна из базовых правил, которой Игорь старается придерживаться, не инвестировать в бизнес, в котором между сооснователями замечено что-то личное. Развод, отцовское проклятие и даже просто утрата нежных чувств это почти всегда гарантия того, что хороший проект погибнет. Когда фаундеры начинают по-разному смотреть на бизнес, чаще всего можно вовремя уловить сигнал тревоги и принять оперативные меры. Но когда все замечательно, ничто не предвещает беды, и вдруг хорошее дело накрывается медным тазом из-за его величества эмоций, это настоящая беда. У фонда был как раз такой случай. Очень перспективный российский проект, это облачное хранилище для фотографий сервисом фоторедактора, элементами социальной сети, возможность создавать коллажи и еще много всяких радостей. Его делали муж и жена. Но девушка, которая была душой стартапа, внезапно уехала в Нью-Йорк, начала писать стихи, влюбилась. У мужа случилась тоже какая-то романтическая история, он умотал в Египет и не заплатил даже за сервера. И проект развалился просто на глазах. Майкрософт просто прихлопнул сервера, и вся база данных оказалась уничтожена. Поэтому семейная пара у руля компании очень тревожный звоночек. Если можешь не брать таких пассажиров к себе на борт, не делай этого. Следующая история чуть менее драматичная, но столь же поучительная. Она связана с серийным предпринимательством. Серийный предприниматель начинает новый проект и приглашает Игоря. Идея нравится, все логично и грамотно. Проект начинает развиваться и даже поднимает следующий раунд. Но в этот момент Игоря настораживает отчетность. Оказывалось, что все время фаундер тратит на самопиар и такое менторство, а проект тихо катится под откос. Игорь сказал, что больше это предприятие поддерживать не собирается, потому что нет фокуса, а значит не будет и успеха. Вскоре проект благополучно закрылся. Инвесторы потеряли все, что вложили. С плосшей рядом бывает так, что предприниматель на самом деле серийно не успешен, но хорошо распиарен. Еще один ориентир, как смотреть, чтобы команда фаундера была распределенной, чтобы в ней не было одного единственного гения, на который бы все держалось. Хорошо, когда есть взаимозаменяемость и поддержка. Минусом является родственная или эмоциональная связь. Здесь играют роль уже не бизнес-факторы, а такая непредсказуемая стихия. Поэтому смотрите, что вам не продали пустышку. Следующий дудл. Второе происшествие ноя. Аксиоматика утопленных издержек. Бизнес делают люди, а человек – существо психологическое, он стремится победить в каждом своем действии и оставляет в казино последние штаны, надеясь отыграться. Это одна из ключевых ошибок и инвестора, и предпринимателя. Суровая правда состоит в том, что цена компании не равна сумме, которую в нее вложили инвесторы. Если мы за 5 лет потратили 10 миллионов, но ее хотят купить максимум за 1 миллион, то цена такой нестреляющей компании – 1 миллион. Стоимость бизнеса складывается из того, сколько за него готовы дать сегодня и какие у него перспективы роста. Если вкладываешь только потому, что жалко, то с каждым разом будет больнее и хуже. Надо помнить, у тебя есть не только талантливые люди с умными глазами, но и бизнес, продукт, понятный, объем рынка, план выхода на него, предлагаемый спрос, арифметика – все это скучные, но необходимые вещи. А ты понимаешь, что у рынка есть потребность. Видишь правильные каналы дистрибьюции, потенциальную вирусность и масштабированность. И только тогда в бой. Но разве можно жить на свете не влюбляясь? Поэтому совет. Отец сына бил не за проигрыш, а за решение отыграться. Если проект не идет, найди свои деньги лучше применения. Do not put good money to bad money. Не стоит добавлять новые деньги к потерянным. Следующий Doodle. О спасительной множественности. Бизнес-модели, бизнес-портфели и одноногий рави. Игорь обычно выбирает две бизнес-модели. Прямую продажу продукта конечному пользователю и продажу по подписке. Он больше всего не любит продажи Enterprise, крупным компаниям. Продажи корпорациям чересчур велика сервисная соосновляющая, противорез продуктовой. Заказчик хочет такой же, но с перламутровыми пуговицами. И стартап, соблазнившись крупным заказом, может вдруг обнаружить, что огромные ресурсы уходят именно на модификацию и поддержание. А создание и продвижение универсального и масштабирования продукта осталось на обочине. Еще хуже для Игоря продажи малому и среднему бизнесу. МСБ. Проблема с МСБ, которую толком никто решить не может, в том, что требования могут быть достаточно высоки, стоимость получения плачущего клиента тоже высока. А вот готовность платить и время пользования, лайфтайм, оказывается ниже. И вся юнит экономика в суп-отход. Как говорит классик, мужчины среднего роста, похожи на маленьких, но едят как большие. Важно понять и оценить, кто и где ваш клиент, как к нему попасть. И чтобы этих клиентов было много, и они были не слишком фрагментированы. Когда ты завязан на двух-трех одноногих раввинах, то скоропостижный отъезд или смерть любого из них уничтожает твой бизнес на ту пропорциональную часть, которую составляет потерянный клиент. Поэтому правило. У всех успешных проектов есть нечто общее. Это универсальность, обуславливающая возможность привлечь большое количество пользователей и готовность последних к периодическим покупкам данного продукта на протяжении длительного времени. Бизнеса, у которого один большой клиент, не очень хороший бизнес. Гораздо лучше себя чувствуют компании, у которой клиенты маленькие, но их достаточно много. Множественность – одна из самых здоровых состояний реальности. Инвестор не управляет индустрией, а только держит руку на пульсе, видит угрозы, но не имеет рычажок прямого воздействия. Поэтому диверсификация внутри портфеля необходима. У Альтаир больше ста проектов. И говорят, что это много. Но, к примеру, основатель 500 стартапс Дэйв Маклюр считает, что необходимо иметь несколько тысяч проектов. Тогда твои шансы резко возрастают. Сегодня у них около 2,5 тысяч стартапов. Шесть из них – единорогы или юникорны. Альтаир старается находить перспективные проекты на ранней стадии и проходить с ними следующие шаги, лучше понимая проект и команду и при возможности больше в них инвестируя. Эта стратегия дает привлекательный инвестиционный доход. На старте очень трудно понять, какой из проектов станет реальной звездой. И поэтому совет предпринимателю необходим фокус на чем-то одном. Фокус инвестора – определение собственной инвестиционной стратегии и следование ей. Следующий – дудл. Сколько нужно конкурентов для счастья? Почему важно дорожить своими соперниками? Конкуренты отсутствуют только в двух случаях. Первое – плохо искали и во-вторых, то, что вы придумали, никому не нужно. Конкурент – тот, кто у тебя отнимает деньги и время твоих потенциальных клиентов, заставляя последних нести и деньги, и время не тебе, а ему. Вот кто твой конкурент. Условно говоря, телевизор – конкурент газеты. Необходимо четко понимать, с кем и почему конкурирует проект. Учитывать сложность и нелинейность этого процесса. Самый неожиданный и неприятный фактор. Принципиально важный этап – это поиск конкурентных преимуществ и конкурентное позиционирование. Реальное конкурентное преимущество бывает всего двух видов. Проект имеет шанс быть успешным, если он создает что-то новое, продукт, услугу и способен сформировать спрос. И второе – он делает что-то привычное, но намного более эффективно. Существенным моментом является время. Как правило, над чем-то инновационным одновременно работают десятки команд. Особенно это сказывается в области диптеха. Технологии основаны на новейших научных открытиях и значимых инновациях. Где вам придется иметь дело с длинным циклом разработки и выхода в производство. Поэтому Альтаир стремится не выбирать супердлинные дистанции, например, фармакологию или медицинские устройства. Следующий дудл – разгерметизация и обидчивость. Останем природе инвесторов и маленьких гадостей. Представьте, дано. Рабинович и Цукерман пошли за грибами. У Рабиновича лукошка маленькая, но место он знает хорошее. У Цукерберга лукошка большое, но у грибника он паршивый. И вот Рабинович думает, если я пойду со своими лучшими грибными местами, то и Цукерберг их узнает, лукошка-то у него огромная. Вопрос – что делать Рабиновичу? Идти туда, где грибы маленькие и невкусные, или не сдать свои маршруты, или показать Цукербергу свои лучшие грибные места? Однозначно сказать сложно, но Игорь за то, что нужно делиться. Ведь вам не хочется есть маленькие и невкусные грибы. При этом лес – штука таинственная и небезопасная. Можно встретить медведя, а если убегать от медведя вдвоем, шансы выжить хотя бы у одного значительно больше. А если у гипотетического Цукерберга тоже могут быть интересные и полезные знания и навыки, которые можно перенять? Инвесторы – существа стайные и коммуникабельные. Информированность и понимание векторов развития рынка – это их хлеб. В этом деле, как в шахматах, очень важно играть с соперником как минимум не слабее, иначе сам начнешь тупеть и размягчаться. Поэтому с равными по силе коллегами Игорь с радостью делится тем, что его волнует и открыто обсуждает многие вопросы венчурной индустрии. Инвестор не может себе позволить быть обидчивым. Соинвестирование позволяет разделить риски. На ранней стадии оно также добавляет уверенности, что можно будет пройти долину смерти. Но иногда обилие звезд приводит к тому, что в реальности каждый понадеялся на другого. Наиболее яркий пример компания Ceranos. Оценка которой поднялась до 10 миллиардов, а потом обвалилась до нуля, когда выяснилось, что базовая технология пустышка. И никто, даже звездные инвесторы этого попросту не проверили. Поэтому главный совет – соинвестировать можно и нужно. Другие инвесторы тоже рискуют своими деньгами. Но неплохо поинтересоваться и природой их оценок и мотивов партнеров. Следующий дуду – совет директоров здорового человека. Как по громкости и крику определить, что у стартапа проблемы? В идеальном мире совет директоров должен быть не очень большим и включать представителей фаундеров и ведущих инвесторов. Но самое главное он должен быть мирным, работоспособным и нацеленным на решение конкретных вопросов. Основные вопросы, которые рассматривает совет директоров – стратегия развития компании, ее результаты, планы, вектор движения. Основной мотив Игоря – это на таких советах директоров влиять и помогать. Затяжные кризисные явления указывают на системные проблемы, которые лучше бы выявить до появления трупных пятен на телебизнесе. Вот большие зарплаты могут быть у привлеченного наемного персонала, который имеет небольшой акцион. Но у фандера львиная доля акций, которого время от времени он должен время от времени посидеть на голодном пайке, пока компания не вышла в стратосферу. А если ты шикуешь на деньги инвестора, значит ты просто отбираешь ресурсы общего бизнеса, которому и так не хватает денег на разгон. Поэтому совет, выстраивая отношения с бизнесом, в который вы инвестировали, нужно делиться опытом, связями и знаниями. Но не стоит подменять собой оперативных руководителей проекта. Самая неприятная глава. То, что инвестор, на что инвестор тратит больше всего времени. Это документоворот. Самый печальный аспект работы инвестора. Значительную часть времени ангелы действительно тратят на тусовки или ангельские клубы, где можно встретиться с нужными людьми, послушать чей-нибудь питч и понять, куда дует ветер всемирной истории. А еще это бесконечно дружеские звонки, задержание которых упаковывается в одно нехитрое предложение. Вася, привет, вот тут, кстати, есть классный проект. Не хочешь положить денег? В этой чудесной праздности главное не потерять концентрацию. Инвестор, как и врач, на посту каждую минуту своей жизни и никогда не знаешь, где тебя будет брошен профессиональный вызов. Но когда у тебя большой портфель, то половина всего рабочего, а иногда и календарного времени занимает юридическое общение. Когда ангел начинает перерождаться в суперангела, у него появляется довольно внушительная юридическая поддержка. Без компетентных специалистов тебе остается только молиться. есть даже такое профессиональное выражение pay and pray плати и молись. Фаундеры, как правило, готовы тратить на юридическое оформление сделок гораздо больше, чем ангелы. Хотя бы потому, что они тоже используют средства инвесторов. А для самых крутых проектов юристы частенько работают за опцион. Юристы обожают стартапы. Обе страны тратят на сближение огромных денег. Почти в любой сделке надо проводить процедуру due diligence, то есть необходимую проверку легального и финансового состояния проекта. Просто, чтобы в какой-то момент не обнаружить, что у вас масса долгов, судебные иски и проблемы с интеллектуальной собственностью. Следующий дудл группа ангелов по предварительному сговору. Зачем Игорь придумал Альтоклаб и что дает инвестору синдикат. Альтоклаб это площадка для синдикатов инвесторов. Качественная коммуникация возникает там и тогда, где и когда у людей появляется общая цель. Например, вместе зарабатывать деньги. Альтоклаб хочет создавать удобный институт для централизованного обмена опытом и упрощения взаимодействия с потенциальными деловыми партнерами. Кроме того, создание позволило решать задачи увеличения чека для конкретного проекта. В результате Альтоклаб предложила людям, которые хотят инвестировать вместе с Игорем, хороший механизм участия в их сделках и дали возможность клуба получать с этого комиссию, аналогично венчурному фонду. Портфель неким образом усредняет результат и минимизирует риски. Задача номер один создать нормальную воронку продаж, в воронку проекта, причем качественную. И тут Ангелу как раз помогает Альтоклаб. Ты инвестируешь те же проекты на той же стадии и на тех же условиях, что и Игорь. То есть в некотором смысле используешь умение более опытного игрока. Помимо доступа к воронке это еще и доступ недоступно. Очень часто в эти проекты не попасть. Большинство сделать эксклюзивно и напрямую к ним не подойдешь. Но через Альтоклаб можно. Еще есть выход вне очереди. И суть в том, что ты заходишь в проект вместе с Игорем на одном уровне, а потом, когда проект вырос, Игорь может вкладывать дальше, а ты можешь инвестировать вместе с ним или выйти в кэш. Сказать, что тебе хватит и продать свою долю. Если у тебя есть желание заработать больше и толеранс на расрысках, ты можешь оставаться в сделке дальше. Если хочешь зафиксировать, быстрее фиксируйся. Это уже индивидуально. В среднем ожидаемый возврат на портфель из 10 и более проектов составляет 20-25%. Инвесторы Альтоклаб видят до 100 хороших возможностей в год. Это новые стартапы и раунды растущих портфельных проектов. Ежегодно поступают десятки предложений о выходе. Инвестор принимает их либо отказывается, а иногда и наращивает долю в зависимости от собственных предпочтений, ситуации, аппетиток, риска и доходности. Венчурный бизнес значит 9 раз из 10 проиграть или выиграть незначительно, но 1 раз выиграть так, что мало не покажется. В Альтоклуб провалы случаются намного реже, поскольку у них дополнительный фильтр, а кроме денег есть еще и большой опыт. Следующая тема прийти с холода. глава переходная одинаково важна и для инвестора и для стартапа. Несколько советов о том, как пропихнуть верблюда в угольное ушко. Чтобы примерно представить, каков первоначальный выбор, просто умножьте число проектов в портфеле фонда на 3000. Начнем с верхнего уровня. Там концентрируется весь мутный входящий поток гениальных идей и беспроигрышных стартапов. Совет для стартапов. Тщательно изучите специализацию инвестора, к которому обращаетесь и не ждите, что от осинки родятся апельсинки. Правило. При холодном контакте с инвестором следует исходить из того, что у вас есть право всего на одно письмо. И ваша задача предельно адекватно рассказать о себе и проекте. У Альтаин в портфеле больше десятка проектов, которые пришли с холода. Есть уже два успешных выхода. Хороший результат и доказатель того, что все возможно, если сильно захотеть и быть очень крутым. А совет инвесторам пытайтесь ограничить свою открытость хотя бы определенными критериями, иначе времени в сутках не хватит. Но и не замыкайтесь полностью в аналитической келье, иначе потеряете чутье. Предпринимателям просите и да новым будет, ищите и найдете, стучите и отворяем, ибо всякий просящий получает и идущий находит, истучающим отворяем. Во втором заключительном видео я расскажу заветы для стартаперов и кейс. Меня зовут Андрей Колесников, под видео вы найдете данную электронную книгу. Подписывайтесь, до новых встреч!